Если вы получили исцеление, проверьте сейчас свое состояние, там где была опухоль. Проверьте, пожалуйста, ножки, там где у вас была боль. Проверьте вашу спину. Если вам нужно встать, встаньте, не бойтесь. Проверьте свои глаза. Подвигайтесь. Благодарите Бога. И если вы знаете о том, что произошло исцеление в вашей жизни, пожалуйста, приходите сюда ко мне, на сцену. Не бойтесь, не бойтесь, приходите. Пожалуйста, это... Мы, опять-таки, воздаем славу Богу за то, что Он сделал. Мы благодарим Его за все чудеса, которые Он совершил в нашей жизни. Пожалуйста, молитесь, оставайтесь в присутствии Божьем. Как вас зовут? Ирина. Что болело? У меня болело колено левое. У меня была травма коленного сустава 12 лет назад. И он у меня уже начал, как бы, ну, нога начала деформироваться. Но я не могла. У меня она полностью не разгиналась и не сгиналась. И, ну, присаживаться я вообще не могла. Я вот это сейчас попробовала. Кажется, я могу даже присесть. Слава Богу! У вас травма была, да? Да. 12 лет назад? Да. И у меня уже, ну, я у нас был ритматический артрит и артроз. Вот. Ну, я все время была на таблетках, потому что не могла ходить. Слава тебе, Иисус! Спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Господь! Ты знаешь все нужды, Господь! Ты даешь Твои исцеления, Твои чудеса, Господь! Спасибо тебе, Боже! Я вас поздравляю! Проходите, рассказывайте всем о том чуде, которое Бог для вас сделал. Я буду всегда свидетельствовать об этом, Боже мой, Боже славе! Спасибо тебе, Иисус! Я когда шла сюда, я просто говорила, что я, я это утверждаю, что сегодня я буду полностью исцелена, потому что я верила, что Иисус, Он может это сделать. Спасибо! И слава Богу! Я вас поздравляю! Аллилуйя! Кто еще? Приходите сюда, не бойтесь! Обычно выходит свидетельство только где-то 10-15% тех людей, которые получили исцеление, это выходит самое смелое. Но так и с Иисусом было, знаете, когда Он служил, написано, что Он исцелил 10 прокаженных. Помните, да? И только один пришел воздать, слава Богу. Конечно, я понимаю, что так не будет в вашей жизни. И вы будете рассказывать многим людям о том, что произошло у вас. Я знаю, что еще масса людей будут обнаруживать свои исцеления дома. Я хотел вам сказать, я забыл сказать с самого начала о такой молитве. Мы недавно служили в одном месте, и тоже пришло присутствие Божие, пришла благодать, и люди начали исцеляться. И там одна женщина сидела, и она говорит, что она вдруг подумала о том, что у них ребенок дома, у ребенка экзема по телу. И она говорит, а давайте я как бы за него помолюсь, то есть вот присутствие Божие. И она говорит, Иисус, исцели ребенка. Они говорят, пришли домой. И они говорят, слушай, мы за тебя молились. Он говорит, я знаю. Он говорит, как ты знаешь? Он говорит, я получил исцеление. Они говорят, мы смотрим, у него еще руки везде, знаете, вот эти вот, ну, как бы раны. Говорит, как ты получил исцеление? Он говорит, уже несколько часов, у меня ничего не чешется. Уже, говорит, несколько часов, я, ну, как бы, я чувствую себя нормально. Это, говорит, вот это вот, говорит, оно сойдет. И в течение недели все эти вот раны, они все сошли с его тела. Он стал полностью свободен. Но его не было на служении. Вот его родственники, которые там были, они молились за него, родители его. И он получил исцеление. Они пришли домой, он уже знал, что он получил исцеление. Хотя ему не говорили об этом. Аллилуйя. Кто, давайте еще. Пожалуйста, приходите сюда. Если вы знаете, что вы получили исцеление. Кто знает, что он получил исцеление? Махните мне рукой. Вы проверили себя, свое состояние. Не бойтесь, пожалуйста, приходите сюда. Дам вам несколько минут еще. Спасибо, Господь. Спасибо, мой Господь. Меня зовут Александр. Я с города Тереза. Мы у вас в гостях здесь. У меня болела поясница. У меня даже больше недели назад схватило так, что я даже не мог ходить. Два дня я не ходил на работу, ничего. Лежал. Ну, потом немножко мазями отпустил. И сейчас я чувствую себя великолепно. Слава Иисусу. Мне вообще не болит. Чувствую себя великолепно. Слава Богу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Боря. Меня многие знают. Полгода назад я сделал операцию. У меня была паховая грыжа. Как бы все было клево. Но за это все время, каждый день была там боль. Как бы, ну, нажимаешь, вроде бы как бы все там удалили. Но почему-то боль. И я пошел как бы сейчас туда, ну, в мужскую комнату, проверил. В общем, как ни жми, как ни делай, ничего нету. Слава тебе, Иисус. Здрасте. Леля. Леля, что у вас спрашивает? Ну, я лежала там в диспансере, и у меня было воспалено колено. Очень мало ходить. Садиться вообще тяжело очень было. Сейчас пока я тут ходила, ходила. Не болит. Не болит? Нет. Слава Иисусу. У нас диспансер, что ли, ты еще лежишь или уже закончил? Нет, уже закончил. В общем, врачебная ошибка. Меня отправили, меня в браках полупали сосуды, отправили в топ-диспансер с диагнозом туберкулез. Положили, у тебя твич, туберкулез, цирроз, ты умираешь, лечить не будем, ничего делать не будем. Глянь, какая чудная погода, стоит радуга на кладбище. Мне не понравилось. Ну, сейчас этих диагнозов нет. Мне потом пришли, сказали, у тебя кроме ВИЧа нет ничего, иди домой. Через 10 дней. Через 10 дней отпустили? Да, сказали, что здорово. Хорошо, давай мы так. Колено, какое колено? Вот это. И сейчас не болеет? Нет. Скажи, пожалуйста, что с твоим ВИЧом? Не знаю ничего. Не знаю. Давай мы помолимся, чтобы Бог и от этого тебя исцелил. Он силен это сделать. Иисус, пожалуйста, исцели. Мы приходим к тебе, Господь. Ты царь. Мы просим тебя, и ови милость твою, и твое исцеление. Спасибо тебе. Очисти полностью. Аминь. Я тебя поздравляю. Слава Богу. Здравствуйте, меня зовут Елена. Только что я получила звонок, у меня очень сильно болеет дочь. Она очень далеко. Она теряет сознание, непонятно, что с ней происходит. И вообще такое. Сейчас она звонит. Вчера, вернее, я говорю, дочечка, пойду на служение исцеления, молиться за тебя. Она говорит, молись. Я уже не знаю, вставать вообще, говорит, не могу. Ну, она еще беременная, к тому же. Сейчас вот буквально 5 минут звонок, говорит, мама, у меня все прошло. Я рада, говорит, я сижу, кушаю. И вообще ничего не болит, что ты была на служении. Я говорю, вот сейчас, сейчас как раз иду. Спасибо тебе, Иисус. Слава Богу. Спасибо тебе. Аллилуйя. Кто у нас еще? Меня зовут Лидия Филипповна. Я пришла сюда в церковь. И вот когда только началось служение, у меня сердце больное было. Сейчас уже нет. И у меня начало сердце сильно колоть. Прям острая боль была в сердце. Разов в шесть кольнуло так. Я думаю, это точно. Мое сердце исцеляется. И я верю, что ранами Иисуса я исцеленная. Я здоровая. Я принимаю это верою крепкой. И что сейчас произошло? Больше нету? Нету. Нету? Все сердце ухорошее? Ну, верю, что да. Но нету у меня вот так, как было. Нету так, как было. Да. Господь, спасибо тебе. Спасибо, Иисус. Я верю в тебя. Аминь. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. У меня очень серьезные проблемы сердца. Были. Мне должны были ставить кардиостимулятор. Но я, как наш пастор сказала, не коснется меня нож хирурга. И я верю. Я просто очень хочу принести документы. Вот прийти в больницу, вот с теми документами, что у меня были, какие были заболевания сложные, сердечные. И потом прийти, чтобы сказать, так и будет. Мне скажут, у вас ничего нет. Ничего они не найдут. И я очень хочу принести эти документы и всем показать. Вот, смотрите, у меня ничего нет, потому что меня Господь исцелил. Мне Господь сказал, иди, и я исцелю тебя. Потому что в теле Иисуса нет болезни, братья и сестры. Нет болезни в теле Иисуса. Дай Аминь. Слава Иисусу. Слава, слава, Великий Господь. Спасибо. Как ваше сердце? Какое сердце чувствует? Я чувствую себя очень хорошо. И у меня нет этой боли, нет задышки, нет вот этого, ну как будто сжимает вот так вот сердце. Иисус просто убрал этого духа, и мое сердце спокойно стучит. Я просто благословлена Господом. Слава, дорогой Иисусу. Спасибо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Проходите сюда. Спасибо. Проходите. Мы вместе? Да. Я не хочу оказаться тем, не поблагодарившим от Христа человеком. Я благодарю Бога очень сильно. У меня было уплотнение на груди, и я собралась идти к доктору вот на днях. И вот я пробую его найти, а его нет. Это чудо просто. Спасибо Господу. Иисус, спасибо тебе за это исцеление. Иисус, спасибо тебе, Господь, что ты благословляешь. Слава Богу. Я вас поздравляю. Благодарите Иисуса. Свидетельствуйте. Свидетельствуйте о нем, о его благодати. Слава Богу. Меня зовут Люба. Года три, как я не могу сделать глубоко вдох, чтобы не кашлять. Сейчас я отдыхаю, выдыхаю, и никакого комка у меня здесь нет. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу. Я вас поздравляю. Свидетельствуйте о нем. Свидетельствуйте о его благодати, о его любви. Спасибо. Меня зовут Борис. Меня в церкви знают. Я понедельник, вторник лежал плашмя, была температура, бронхит, хрипы были. Сейчас у меня нету ни хрипу, ничего. Я дышу свободно. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Меня зовут Виктор. Я всю неделю эту пролежал, но у меня весь позитивный. Короче, начали падать клетки. Ну, было очень плохо. Ну, на пятницу ездил в больницу, сделали снимки. Ну, мне надо было сейчас, наверное, сказали в понедельник, чтобы у меня жить. Ну, короче, чувствовал себя очень плохо. Сегодня вообще не мог встать, не мог прийти. Ну, я не знаю. Я верю в то, что я исцелен. Ну, я чувствую себя сейчас намного лучше. Ну, я просто, ну... Слава Богу. Иисус, спасибо Тебе, что Ты исцелил меня. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты мой Господь. И царство Твое внутри меня есть. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Друзья, давайте я дадим большую славу Иисусу. Иисус, я благодарю Тебе, Иисусу.